Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, прими выше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, пятой седмицы Великого Поста, и мы продолжаем с вами на буднях читать книги малых пророков Ветхого Завета. И, как вы заметили, мы компонуем книги по определенному принципу. Одни книги говорят о суде над Израилем, другие говорят о суде над языческими народами, которые окружали Израиль. Сейчас мы будем говорить о книгах пророка Агея, Захарии и Малахии. Дело в том, что, как говорит нам книга Ездры, эти пророки несли свое служение уже после возвращения иудейского народа из плена. Вот что говорит нам первая книга Ездры, пятая глава, первый стих. Пророк Агей и пророк Захария, сын Ады, говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Книга пророка Аггея. В этой книге не содержится сведений о самом пророке, но предание доносит нас весть о том, что он родился в Вавилонском плене и юношей вернулся в Иерусалим вместе с переселенцами Зарававелем и Иисусом. Либо же еще раньше них пришел туда и уже встретился с ними в Иудее. И что известно из истории? Из книги Ездры мы знаем, что по эдикту вавилонского царя Кира иудеи вернулись обратно в Палестину в промежуток с 538 по 537 год до Рождества Христова, соответственно. И они воздвигли жертвенник на прежнем месте и стали восстанавливать храм. Храм, который был разрушен после Вавилонского пленения. Иерусалимский храм – тот самый храм, который построил Соломон. И в этом восстановлении решили принять участие соседи. И иудеи воспротивились этому, и начались различные интриги. И в итоге это строительство приостановилось и было восстановлено уже во времена царствования царя Дария, который подтвердил эдикт царя Кира, и иудеи возобновили строительство. Это была одна из внешних политических деяний царя Кира и царя Дария. Он продолжал традицию вот эту, которая говорила о том, что царь Дария покровительствовал религиям попрабощенных им народов. Что должно было укрепить внутреннюю государственную мощь этого государства, где правил Дарий. Однако в книге пророка Агея мы находим некие сведения, которые нам позволяют узнать причину того, почему храм не сразу начал строиться. И эта причина говорит и указывает нам не на внешние какие-то распри интриги, а прежде всего на внутреннее духовное состояние иудейского народа. И вот что говорит нам пророк Захарий. Вот что он нам пишет. Он говорит о том, что когда пришли иудеи, они стали заботиться прежде всего о своем быте, о том, как им жить, потому что нужно понимать, что они вернулись на развалины. И пророк Агей произносит четыре пророческие речи, которые направлены на объяснение всей этой ситуации и указание народу Божию, как ему следует поступать. И каждая из этих речей точно датирована. Все они относятся к 520 году до Рождества Христова и были произнесены в период примерно с августа по декабрь. И в первой своей речи, это книга пророка Агея, первая глава, стихи со 2 по 11, пророк говорит, что неуспех в мирских делах, то есть неуспех в попытке устроить свой быт, он связан прежде всего с духовной составляющей. И вот что он пишет. Так сказал Господь Саваоф. «Народ сей, говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении». Агей, первая глава, 2 и 4 стихи. Логика иудеев неверна. «Вы сеете много», говорит пророка Гей, в первой главе, 6 стихе. «А собираете мало, едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька». Этим самым пророк Агей говорит, что им нужно сосредоточить свои стремления не на эгоистическом богатстве, а на том, чтобы построить главный символ иудейского народа, это Иерусалимский храм, и, что самое главное, это вера в истинного Бога, которая скрепит и израильский народ, и Господь сам дарует им это благоденствие. Но не только был эгоизм в речах иудеев, которые не хотели строить храм из-за того, что им нужно было зарабатывать на хлеб насущный, то есть для самих себя, для пропитания самих себя. Были люди, которые, очевидно, еще помнили былое величие храма Соломона, который, построив Соломон в свое время, действительно, это был величественный храм. И они понимали, что в данной ситуации, если посмотреть чисто человеческим взглядом, то при той развитости ремесла, экономики, очень сложно было построить такой же величественный храм, ну или хотя бы нечто подобное. Поэтому они из как бы формально благочестивых побуждений пытались отсрочить строительство храма, дабы восстановить его в, ну не то чтобы былом великолепии, но хотя бы, чтобы это действительно было как-то величественно и красиво. В принципе, логично. И можно подумать, что это верный ход размышлений. Но вот что отвечает пророка Гей в своих речах на это измышление. Он пишет. «Не бойтесь, ибо так, — говорит Господь Саваоф, — еще раз, и это будет скоро, — я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, — говорит Господь Саваоф, — мое серебро и мое золото, — говорит Господь Саваоф, — слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, — говорит Господь Саваоф, — и на месте сем я дам мир, — говорит Господь Саваоф. О чем это пророчество? Это пророчество о той славе, которая пребудет в этом храме. О какой же славе идет речь? О той славе, которую принес в этот храм первым пришествием Господь наш Иисус Христос. Ведь именно в этом самом отстроенном храме будет служить Пресвятая Богородица, которая будет отдана до 15-летнего возраста на воспитание именно в этот храм, который отстроится и начнется строительство именно во времена этих великих пророков. Соответственно, Господь принесет самим собой эту славу, и он будет приходить в этот храм, будет читать там свои проповеди. Именно сюда он придет в тот день, который мы называем вход Господень в Иерусалим. Он придет, и народ будет кричать ему «Ассанна вышних, благословен гряды во имя Господня!» Но он придет в этот храм, в преддверии этого храма, и обрушит, разломает, перевернет столы миновщиков. И тем самым приуготовит уже в себе участь Голгофскую. После этого уже будут искать, как схватить его. Народ в нем разочаруется, и он начнет свое плавное восхождение к Голгофе. Соответственно, мы это будем вспоминать уже на Страстной Седмице, которая уже приближается. Будем говорить с вами об этом, читать богослужебные тексты, читать Священное Писание. Ну а сейчас мы обратили свой взор на книгу пророка Агея. Мы и дальше будем рассматривать этого пророка, посмотрим на то, что он еще говорит, обращаясь к нам. Ну а сегодня давайте будем помнить, что необходимо молиться, и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Писание, Бог обращается к нам. Всем радости о Господе, и до новых встреч! Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok